Всем привет! Очень рада видеть вас здесь всех сегодня на втором треке. У нас, я надеюсь, будет очень продуктивно и интересно. Спасибо большое за то, что зарегистрировались и пришли нас послушать. Что же сегодня нас будет ожидать? Уже на открытии вы услышали про структуру нашей программы сегодня. И одним из важных моментов, которые бы я хотела вам еще раз напомнить, что у всех докладов, всем докладам, всем спикерам вы можете задавать вопросы, а лучшие вопросы будут получать билеты Full Pass на весь наш осенний сезон. Мне кажется, это потрясающая возможность послушать очень много разносторонних докладов. Итак, ну что ж, не будем отнимать время у первого доклада. Я хочу представить наших спикеров. Это Андрей Солнцев и Артем Ярошенко, человек-алюра, человек-селеноид, простите, который столько всего знает про open source. И как раз-таки об этом будет первый доклад. Ребята, удачи вам. Да, спасибо. Мы, пожалуй, тогда начнем. Видно мою презентацию, да? Надеюсь, все хорошо. Да, видно. Все уселись, удобно. Ну что, да, мы с Артемом два человека, которые много занимаются open source, выступаем на конференциях. И сегодня мы выбрали такую более лайтовую тему, которая, надеюсь, будет интересна и технарям, и не очень технарям, как законтрибьютировать в open source. Собственно, наша главная цель сегодня, ради чего мы тут собрали, какой месяц мы с Артемом хотим донести, это, значит, пожалуйста, контрибьюти. Пожалуйста, делайте что-нибудь в open source. И мы сегодня покажем, что это вовсе не так уж страшно и не так сложно, как многие боятся. Это вот наша главная цель на сегодня. Ну, начнем с простых вопросов, которые вам, наверное, интересны или непонятны. Зачем вам вообще это нужно? Зачем вообще люди занимаются open source? Это же бесплатно, это не приносит денег, да? Зачем? Ну вот, ответ такой. В первую очередь лично я, например, этим занимаюсь просто потому, что мне интересно. Все остальные ответы, они даже меркнут и даже не важны на этом фоне. Мне просто это очень интересно. Наверное, Артему тоже, я думаю, он подтвердит. Но можно найти и другие ответы, если вам этого мало. Занятие open source проектами — это хорошая возможность прокачать свои скиллы. Какие-то, не знаю, Артем, можешь, например, прокомментировать, какие скиллы ты прокачал благодаря open source? Да, я на самом деле очень много читаю open source проектов код. То есть, грубо говоря, вместо того, чтобы читать какие-то там статейки по поводу того, как пользоваться чем-то, я в основном делаю поиск по GitHub. То есть, раньше я там разрабатывал stack overflow development, подход у меня был. То есть, берешь просто код с говнокод оттуда и stack overflow, и вставляешь, и работаешь. Это все работало. Сейчас я в основном использую GitHub просто как данных источник примеров. И, кстати, такой хак всем рекомендую — это вам надо взять какую-то конструкцию. Это часто может быть какое-нибудь там вот последнее, что я делал — это искал, как настроить в YAML bamboo pipeline. Оказывается, у bamboo тоже есть pipeline. И мне надо было там пример конфигурации очень определенный. И, соответственно, я нашел пример в документации просто, что типа вот вам нужен вот этот вот там класс. А как его использовать? Примера нету. Вставляете класс в GitHub, смотрите примеры, которые есть на GitHub, и у вас сразу же получаются очень хорошие ответы. И при этом их можно сравнить между собой. То есть, можно открыть там 5, 6, 7 таких вот примеров и выбрать здесь лучшие. То есть, вот я постоянно прокачиваю скиллы с помощью open-source. Ну и, соответственно, также как бы я смотрю, как код устроен и комичен. Да. Круто, да. Ну, я про себя тоже могу сказать, что я многим вещам научился благодаря тому, что занимаюсь open-source. В частности, владение Git, все эти ветки, мерджи, rebase и так далее. Прямо теперь они на кончиках пальцев. Особенно после того, как я там в некоторых проектах все сломал, там все стер и так далее. Так, ну, еще GitHub — это отличная возможность прокачать свой профиль на GitHub. Я вот могу честно сказать, что с тех пор, как я начал заниматься активным open-source, ну, примерно, да, 9 лет назад, получается, 10, с тех пор меня просто заваливают постоянно вот подобными письмами. Привет, нам понравился твой профиль на GitHub, давай к нам. И таких писем, ну, навалом из самых различных контор, крутых, больших, каких угодно, ну, то есть это прямо вот работает, честно. Я даже, честно говоря, не думаю, что для этого нужно иметь какой-то суперкрутой профиль на GitHub. Просто иметь, как более-менее, а не уже вас заметить. Ну, и теоретически на GitHub можно заработать, ну, на open-source. Есть как бы миллион способов, как вообще большие компании зарабатывают на open-source, но мы сейчас не будем об этом. Мы скорее о том, как индивидуальные, как бы, отдельные личности могут зарабатывать. С недавних пор на GitHub появилась программа GitHub Sponsorship. На страничку любого человека или любого проекта можно зайти, и там будет кнопочка Sponsorship. Это просто пример чувака, который мне лично нравится, который делает библиотеки Makito и BiteBody, офигительно популярные библиотеки. Вот, допустим, у него тоже есть такая страничка на GitHub, и он говорит, ребята, я такой-то, занимаюсь тем-то. Вы наверняка во всех своих проектах используете мои продукты. Если вы мне жаль, как бы, можете мне немножко денежку перевести. Кстати, на удивление, мало у него спонсоров. Мне кажется, там должно быть намного больше, учитывая, что его продукты реально используются практически во всех проектах. Во всех вообще. Ну, тут есть один нюанс. Обычно, ну, то есть, я думаю, что он, во-первых, где-то на работе работает, ну, то есть, у него есть основное место работы, и именно из-за этого он в этом не заинтересован. Но я знаю проекты, которые вот, ну, типа, разрабатываются, опенсорсные проекты, которые разрабатываются прямо полностью в опенсорсе, и там люди не работают в других местах, и у них, как бы, выхода нету, кроме как, как бы, получать какую-то спонсорскую поддержку. То есть, в этом плане, как бы, этот пример у тебя, как бы, он, ну, как бы, такой. Ну, в целом, да, надо добавиться к нему. Макита и я. Ну, я просто даже, меня удивляет количество скачиваний, если там, ну, вот его продукт, там, байт-бадди или макеты скачиваются, понимаешь, там, намного порядков больше, чем, например, селеницы. Ну, там просто дики цифры, какие-то миллионы, миллиарды, там, не знаю. Ну, ладно. Ну, и, наконец, для меня, наверное, самый важный пункт – самовыражение. То есть, как все вы знаете, есть такая пирамида потребности айтишника, да, уже сто лет ее придумали назад. Ну, пробежимся по-быстрому. Все, конечно, знаете, что на первом уровне есть физиология, и у айтишника этот уровень вполне покрывается, там, зарплатой и печеньками, да. Второй уровень безопасности у айтишника покрывается, там, комфортным офисом, удобным стулом, там, и так далее. Ну, любовь в айти у нас, наверное, ничем не покрывается. Я вот не смог найти примеры, Артем, не знаю. Есть у тебя хорошие идеи, да, как у нас любовь. Ну, помимо Кодрио, конечно. Ну, на самом деле, тут преданность компании, наверное. Тут даже не знаю. Ну, ладно. Признание. Признание очень часто делается в компаниях чем? Мы все, конечно, понимаем, когда тебе говорят «дружище, поздравляю, теперь ты теклит». И все такие «круто, меня признали, я круто чувак». Получается, от этого удовольствия. Ну, сейчас для многих это даже важнее, чем там, как-то повышение зарплаты или что-то такое, да. Ну, а вот последний уровень, самоактуализация. Вот мне как раз кажется, что open source – это отличный способ для самовыражения. И, может, даже единственный, не знаю. Потому что, ну, все мы, как бы, работаем на своих работах, хотим быть максимально крутыми, там, разработчиками, максимально, или автоматизаторами, максимально, как бы, сделать какой-нибудь фреймворк по нашему вкусу, чтобы там все было идеально. Но, как правило, нам этого не дают, да. Там есть злобные заказчики, злобные, там, всякие таймфреймы и так далее. А вот в open source все это возможно. Open source – это такая богатейшая возможность, как бы, делать все по вашему вкусу, все, как хотите, сделать идеальный код. Никто вас не торопит. Вы там можете побыть и в роли идеального разработчика, попробовать себя, да. И можете побыть архитектором, и аналитиком, и проект-менеджером, кем угодно. Всем этим можно побыть в open source, попробовать себя в разных ролях. Это все, вот, на мой взгляд, очень, ну, дает, как бы, мощное ощущение, вот, ну, именно, самореализации. Мне, по крайней мере, дает. Вот. Это было о том, зачем вам это могло бы быть надо. А теперь поговорим, а как конкретно? Допустим, мы вас уговорили, допустим, вы захотели. Как вы можете поддержать open source проекты? Ну, первое простое, без сильно вашего участия, вы можете поддержать любой open source проект лайками или деньгами. Ну, это просто, да. То есть, чтобы поддержать лайками, достаточно зайти на любую страничку любого open source проекта. Вот, например, JUnit 5, сейчас очень популярный. Вот на GitHub есть такая звездочка, Stars, да. Вот, может туда кликнуть и поставить ему еще одну звездочку. Если вы еще не знали, то настоящие пацаны меряются друг с другом количеством звезд на GitHub. Знаешь, можно хвастаться, у меня тысяча звезд, у меня пять тысяч. Вот. Ну, и, кстати, Артем, а вот ты знаешь, сколько звезд на GitHub, например, у Allura? А вот так вот. Вопрос в лоб. Да, ты тысяча девятьсот семьдесят пять. Ну-ка, сейчас проверим. Я ни разу не смотрел, но давай проверим. Чуть-чуть не получилось. А, или это... Нет, это Allure Java. Давай вот Allure Framework нажимай, Allure 2. Ага. И нажимай прямо на звездочки туда. А, это я сейчас улучшаю на вторую звездочку. Вот сюда. Да, 1986 теперь стало, видишь? С тобой. Все круто, да. Класс. Но это сейчас был не я, это мой временный аккаунт для этой презентации. Я из-под него делал всякие злобные комментарии. Так, а может быть, мы накрутим звездочек? Сделай еще пятнадцать аккаунтов. Слушай, ну да, давай, но только не в прямом эфире. Ну окей. Хорошо. Вот. Чем еще можно поддержать проект? Можно поддержать деньгами. Вот, опять же, у любого проекта, ну не любого, а любого, кто себе это настроил. Есть такая кнопочка спонсор, можно на нее кликнуть и посмотреть. Там обычно люди должны написать, как бы, кто мы, чем мы занимаемся, зачем нам нужны деньги. Там цели могут быть разные, да. Собственно, за что вы будете платить. И там обычно появляется разный вариант. Вы можете заплатить сам. Я, например, двум проектам настроил, что я там, типа, там, что-то по пять долларов перевожу, да, маленький. Ну, вроде тебя не убудет, да. А можно сделать помощнее варианты, можно уговорить свою компанию подписаться на какой-то более мощный пакет или даже там подписаться на какой-то платный суппорт. Вот картинка. К примеру, это, кажется, как раз JUnit 5, когда ты на нее заходишь. Он тебе предлагает. Вот тут есть разные варианты. Вот первый, это, скорее всего, для личностей, да, для людей, а следующий, это, скорее всего, же для каких-то компаний, которые таким образом могут, ну, как бы, купить себе некую уверенность, что этот проект будет продолжаться и не забросится в скором времени. Потому что, ну, не знаю, как вы, а я встречал много проектов, которые вроде бы все используем, очень много используем, а раз, и они умерли, и их больше никто не поддерживает, да. Вот таким образом можно их как-то поддержать. То есть если ваш бизнес от этого зависит, может быть, это хорошая идея. Ну, еще одна шутеха, настоящий CTO, да, меряются размеры спонсорских пакетов. Ну, это был легкий способ. А теперь мы пойдем к более правильному, важному способу, как лично ты можешь помочь опенсорс-проекту, да. И очень важный наш месседж сейчас в том, что это не обязательно должен быть код. Все обычно думают, что, ой, надо коммитить, надо уметь программировать, а я не умею. Так вот, наш поинт, как мейн-трейнеров популярных проектов, в том, что не только нам код нужен, и даже не столько нам код нужен. Вы можете помочь множеством других разных способов. В первую очередь, вы можете попробовать писать или отвечать на вопросы других людей в форумах, в чатах, как на Stack Overflow и еще на кучу подобных сайтов. От этого уже есть большая помощь. Я, например, могу за себя сказать, что когда я запустил Selenit, первые, не знаю, год-два, я сам регистрировался во всех возможных чатиках и отвечал на всякие-то вопросы людей. И вот впервые у меня настал момент, когда я понял, о, началось. Когда я увидел, что на вопрос чувака про Selenit ответил другой чувак. И я такой, о, все, это оно, это случилось. И теперь уже прямо это работает так, что на очень многие вопросы я бы даже не успевал ответить, потому что ответ полетает от кого-то другого. И мне это, для меня это огромная польза, просто неоценимая. Вот. Что вы еще можете сказать? Я с тобой соглашусь, потому что у нас вот тоже получается, что это огромная польза, и это прямо, ну, как бы снимает с разработчиков очень много именно нагрузки, потому что там Андрей один, Артем один, как бы комьюнити большое, и ты физически не сможешь ответить на вопросы, просто, ну, как бы на все. И поэтому, как бы, грубо говоря, без комьюнити вообще невозможно ничего, как бы, ну, как бы нормально разворачивать. Это очень-очень хороший способ. Я прям крайне рекомендую вот в этом месте помогать. Да, круто. Ну, что вы еще можете сделать? На самом деле много чего. Вы можете написать пост в личном блоге или в корпоративном блоге. Это может показаться мелочью. Ну, например, знаешь, а зачем я буду писать пост, если про селенита так много написано? Но, во-первых, можно написать о том, как использовать селенит, например, в какой-то специфической ситуации, с каким-то специфическим фреймворком, с которым я, скорее всего, никогда это не пробовал делать, да? И у меня, например, много в последнее время случается таких вещей, что в какой-нибудь крупной компании, которая сама селенит не использует, находится один чувак, который как-то где-то увидел селенит, и говорит, а давай я напишу в нашем корпоративном блоге про селенит. Пишет пост в корпоративном блоге, там всем начинает нравиться, и они начинают использовать. Ну, то есть от этого как бы, ну, огромная польза, да? Это очень круто. Так что призываю всех заниматься такими штуками. Еще вы можете рассказать про селенит или про люры, или про любой другой ваш любимый фреймворк на любом митапе, на конференции. Это и для вас полезно. Выступление на митапе тоже очень круто прокачивает ваши скиллы. Ну, и плюс как бы маленький лайфхак, если вы с такой просьбой обратитесь к митапе, тренерам фреймворка, ну, вот, например, к Артему или ко мне, и скажете, хочу про люры рассказать. Скорее всего, они вам помогут и пост подредактировать, и выступление как-то посоветуют, как его сделать поинтереснее, получше. То есть это для вас хорошая возможность. Пойдем ближе к коду, ближе к проектам. Одна вещь, которая была бы очень полезна митапе, тренера фреймворка – это оценить фичер-реквест. Я сейчас, наверное, дальше пройдусь, покажу, как это сделать. Но, в общем, у меня, например, с серединидом есть такая беда, что много фичер-реквестов поступает. Типа, сделайте то, сделайте это, сделайте такой-то отчет. А я зачастую даже не умею оценить, хорошая ли это идея. А может, ерунду какую-то предлагают. А может, такое же где-то есть. А я даже и не знаю. Но я не могу все осилить. То есть у меня как бы не хватает времени, ментальных ресурсов, вот столько всего прочитать, понять. Можно сказать, это в некотором роде работа аналитика. Вот тут огромная ценность для меня в комментарии. Типа, ой, да не надо это делать, такое же есть. Я такой, ну, круто, спасибо. Спасибо, чувак, ты вообще помог. Также вы можете попробовать помочь повторить какую-то issue, которая сложно повторяется. Сейчас будут примеры. Вы можете помочь проливить какой-то готовый пул-реквест, потому что на это тоже часто не хватает времени у ментейнеров. Можете какую-то дополнить документацию. Ну и, наконец, самое важное, ну, то есть самое такое сложное, чего все больше боятся, это запилить бакфикс или фичу. Это тоже, конечно, нужно, но как бы я подчеркиваю еще раз, это далеко не единственное, что вы можете сделать для пользы опенсорс-проекта. Итак, все эти пункты, попробуем посмотреть, как это вживую выглядит. Засучим или засучим рукава и попробуем. Как заценить какой-то фич-реквест? Что до этого можно сделать? Идите в свой любимый проект на GitHub, откройте там вкладку issues. Это значит все, вопреки названию, это не только баги, это еще могут быть и вопросы, и пожелания, и пул-реквест, то есть там все. И ищите там, где нет, которые висят, или где нет ясности, или которые требуют какого-то понимания или подтверждения. Например, вот картинка с Selenida. Это проект Selenida. Мы прямо для достоверности можем его прямо сейчас открыть. В GitHub есть вкладочка issues. Вот открытых 35 issues. Далеко не все из них баги. Далеко не все. Большинство это как раз не баги, а какие-то пожелания, которые вот не осилили мы понять, важно это или не важно вообще до сих пор. И мы тут пытаемся... Проекты бывают опять же разные. В некоторых мы тренеры заботятся о других людях, в некоторых не очень. Вот мы пытаемся заботиться, мы пытаемся навешивать какие-то ярлыки, чтобы как-то дать сигнал другим людям, а что это? Фича? Бага? Понимаем мы сами ее или не понимаем? Нужна ли тут ваша помощь или не нужна? Вот, например, вот эти вот метки, сейчас четко вам, если вы заинтересуетесь, могут показать, что это фичи, это не баги. Вот Brainstorm как бы намекает, что тут нужно раскинуть мозгами и понять вообще, что это такое, надо или не надо, хорошее или не хорошее. И, соответственно, ваше мнение тут может быть полезно, поэтому вы можете на них зайти, почитать, поанализировать, может быть, что-то поэкспериментировать даже самому и написать в комментариях. Я считаю, надо, я считаю, не надо. Ну вот просто пример, да, вот зашел в один вишу и пример плохого комментария. Тут важный еще момент, что очень важно, как вы, ну, умение коммуницировать, коммуникировать, да, оно очень важно, как правильно вы это формулируете, как обзовете баг, да. Вот, например, это пример плохого комментария. Это я специально вчера зашел, оставил такой комментарий, вот, что это, мол, дурацкая идея. Вот это плохой комментарий, потому что никто не поймет, почему дурацкая, кто ты такой вообще, почему ты считаешь, что дурацкая. Ну, никто ничего не поймет, никакой пользы не будет. Вот пример комментария хорошего, получше. Хороший комментарий мог бы звучать примерно так. Это офигенная фича, это было бы очень полезно в определенных случаях. И как можно больше контекста дать. Например, мы сейчас тоже имеем такую проблему, и мы научились обходить вот так-то, но этот способ ненадежный, часто падает, поэтому если бы это было в Селините, было бы круто. Вот это очень хороший комментарий. Мы сразу вникаем в контекст и понимаем, надо или не надо. Стоит делать, не стоит. Ну, и мой любимый комментарий обычно выглядит так. Слушайте, это вообще не надо делать. Такая фича не нужна, потому что ее нужно решать на другом уровне. Там, в G-Unity, или там, сконфигурируя в TestNG по-другому, и все. Такая фича не нужна. Это мой любимый комментарий, потому что ее можно сразу закрывать и ничего с ней не делать. Вторая вещь, которой вы можете помочь... Мы, кстати, сейчас вживую... А, да, ладно, давайте пройдем сначала по слайдам. Значит, что вы можете помочь сделать, это вы можете помочь повторить issue. Очень часто так бывает, что в open source проекте висит куча каких-то багов, но которые сложно повторить или невозможно повторить. И мейн-трейнеры, они как бы, ну, и рады бы исправить, но не знают как, потому что не повторяется же, как ты ее исправишь. Вот это просто один пример success story мой лично. Вот в проекте HTMLUnit, который раньше все использовали вместо безголовых браузеров, долгое время висела такая бага. Но никто не знал, как ее повторить. Иногда люди писали, что да, у нас тоже такая бага есть, но никто не знал, как повторить. Она долго висела. И у меня конкретно однажды случилось так, что я, когда гонял тесты Селенида, случайно как бы нащупал, как она у меня повторяется. Она у меня стала более-менее стабильно повторяться. Как именно я это нащупал, я, кстати, буду рассказывать на Гейсенбаге через две недели. Вот. Но я, в общем, смог написать такой вариант Селенидовских тестов, да, где повторялась эта бага довольно стабильно. Я сделал отдельную ветку, в ней сделал вот этот вариант с повторением и заслал чувака. Сказал, смотрите, чуваки, вот, возьмите эту ветку, там повторяется она стабильно. И буквально уже через сколько там, через один день чувак написал, о, спасибо, круто, я уже выкатил исправление, пробуйте. Я ему ответ написал, да, попробовалось, исправление бага исчезло. То есть, такое success story. Я этой истории хотел подчеркнуть еще раз, что очень часто помощь может быть не в исправлении бага, он сам ее исправил, да, а в помощи в повторении бага. Это может быть офигенно, очень важная большая помощь в этом. У Артема НРК тоже есть подобные примеры, да? Да, у меня множество подобных примеров. вот, ну, как бы, я занимаюсь разработкой большого количества инструментов, и зачастую для меня исправить проблему стоит там одна единица какая-то времени, а воспроизвести проблему семь единиц. у тебя, например, вот инструмент, он довольно близко, ну, то есть над ним нету никаких оберток, а, например, работа с алюром, или вот у нас там с большим алюром, с алюр-сервером, она связана с кучей всяких нюансов. Там между, типа, грубо говоря, нашим кодом и пользователем находится много всяких слоев. Ну, и, соответственно, из-за этого получается так, что мне приходится тратить на воспроизведение проблемы, например, мне пишет, там человек говорит, у меня не работает интеграция с Jira просто, и вот-вот как бы я ему поднимаю стенд прям вот в облаке и говорю ему Jenkins там, Jira, там прописан pipeline, и говорю, вот смотри, рабочий пример, он говорит, а у меня не работает, и все. Ну, то есть у меня работает, я прям в облаке чистую конфигурацию поднял, а у него не работает. Поэтому, если бы мне прислали вот такой вот пример, как сделал ты, я был бы счастлив, то есть, но такое бывает редко, поэтому это очень хороший способ действительно помочь авторам open-source фреймворков. Да, вот. Ну, единственное, что это тоже не всегда тривиально, это не так уже просто. да, это. Но, если вы сами этим фреймворком пользуетесь, ведь мы же говорим о том, что вряд ли вы пойдете контрибьютировать в проект, которым вы не пользуетесь, ну, как-то странно, да? Скорее всего, вы сами пользуетесь, у вас тоже большой опыт, и вы можете хотя бы даже, если не совсем уж повторить, то хотя бы домикнуть, что у нас часто эта проблема повторяется, и, видимо, в ситуациях, когда, там, не знаю, памяти мало, сети нет или еще что-то, да, или там, видимо, по выходным, и этим уже можете дать какой-то намек, как бы. То есть, у мейтенеров часто таких знаний нет, они не запускают по ночам алюр, да, ну, вот убейся, но не запускают, не могут они узнать, что, может быть, это как-то связано, да? Следующий пункт, чем вы еще можете помочь, вы можете помочь преревьюить какой-то pull request. Опять же, заходите в любой проект, вот, ну, это вот Selenite там, кстати, в Selenite сейчас 5 pull request, что если мы для сравнения посмотрим, сколько сейчас валюли pull request, ты знаешь, Тём, открытые? Я думаю, что где-то около, ну, смотря в каком, я думаю, что валюр Java около 10, я думаю. О, 9, ну, ты был близок, да, близок. Да, у нас, и часть из этих pull request наша. Окей, давай, говорим, извини. И вы можете зайти в любой из них и посмотреть реальные эти изменения, посмотреть, подумать, надо, не надо, хорошая идея, нехорошая. И вот смотрите, лайфхак, вот здесь вот зайти в File Changes, здесь вы можете создать свой код-ревью, вы можете прямо нажать и оставить свой ревью на эти изменения, написать, что тут плохо, что тут стиль плохой, или там лучше переименовать этот класс. Зачастую, кстати, одна из самых больших проблем для, опять же, мотейнеров, заключается в том, чтобы решить, как назвать этот класс. Вот, вот тут, ну, не знаю, здесь новых классов нет, да, но вот какой-то класс или метод, как назвать. Потому что отличие большое там интерпрайза и разработки от Open Source в том, что в интерпрайзе ты можешь сегодня назвать класс не самым удачным образом, а завтра переименовать. Ничего страшного. То в Open Source, как только ты один раз его назовешь, все, он идет как бы в лиды Арктики, да, его там заморозят. И уже страшно, коленки дрожат. И каждый раз думаешь, блин, как же все-таки получше название там. Вот здесь вот скриншот лаборатории, или там скриншутер, или фотографер, или еще как-нибудь. Ну, вот страшно, да. Поэтому помощь людей и мнение других людей, они могут быть очень ценны. Даже в таких вопросах тупо как что-то назвать. Так, это я уже показал, что заходим сюда, Review Changes, и оставляем какое-нибудь ревью. Я, например, вчера специально для этой презентации создал новый искусственный аккаунт, да, вот, зашел, вот, оставил такой ревью для одного pull request в валюре. Вот, вот, Ну, то есть, понятно, что это, конечно, плохой пример, то есть, ну, как я уже говорил, лучше конструктивно говорить, почему плохо, почему хорошо, как лучше исправить. Вот, ну, вот, можно такое оставить. Значит, получаем градус, попытаемся теперь понять, как можно это делать не только с помощью комментариев и обмена мнением и такой, ну, аналитической работы, а и как можно прямо залезть в код и поменять. Чтобы поменять код в любом сортном проекте, есть два способа, легкий и продвинутый. Легкий способ, хорош тем, что там прямо не надо вообще уметь пользоваться гитом, что-то компилировать и так далее. Многие про него не знают, но на самом деле это крутейший способ. Я его сейчас прямо покажу. Заходим в любой проект на GitHub и жмем кнопочку Edit. Вот, в любой файл на GitHub открываем, вот здесь появляется кнопочка Edit. Мы сейчас прямо с вами попробуем это сделать. Например, вот у меня уже есть мой любимый проект, давайте, GitHub, WebBriver Manager. Любимый он, конечно, в кавычках, но мы все его очень много используем. Но все, кто использует Selenium, сто пудов используют его наверняка. Это вот маленькая утилита, которая скачивает веб-драйвер, бинарный драйвера, понимает, какой у вас Chrome установлен, или Firefox, и скачет соответствующий бинарный веб-драйвера. Selenium тоже использует эту утилиту на самом деле. И смотрите, открываем любой исходный файл. Ну вот, например, ChangeLog. Я выбрал его, потому что я уже знаю, где здесь можно что-нибудь исправиться. Заранее подсмотрел. И вот смотрите, у любого... Ну, понятно, вам надо было залогиненным в GitHub. Вам нужен аккаунт, залогинство, да, это и так понятно, да? И вот смотрите, у любого файлика вот тут есть ряд кнопочек, и вот кнопочка есть Edit. То есть вы реально, будучи совершенно посторонним человеком, можете нажать Edit. Вам тут выдается предупреждение, что, чувак, смотри, естественно, у тебя нет прав прямо напрямую менять этот проект, но мы сейчас для тебя все организуем, ты только редактируй. Вот. Мы сделаем для тебя форк, там, клон, там, полу-реквест, все сделаем, ты только вот вбей, что ты хотел. И я хочу тут исправить парочку, ну, тупо, для примера, парочку грамматических ошибок. я уже подсмотрел, что тут есть парамест, которые просто неправильные слова написаны с ошибкой. Инвиронмент. Вот, исправили одну ошибку. И смешно еще даже то, что тут название самой библиотеки с ошибкой написано. Манагагер. Манагер. Так, да, теперь? Вот. Тут еще были какие-то, кстати, могу заодно прорекламировать, что в Идее есть крутейшая функция, она умеет опечатки искать. Я просто заранее открыл этот проект в Идее и с помощью нее подсматриваю, где тут есть ошибки. Ну, ладно, не все из них ошибки. Это тоже не очень понятно. А вот это вот. Type Save. Вот, это тоже опечатка у них. Давайте ее тоже исправим. Ну, и для примера хватит. Type Save. Исправили. Все, мы исправили три слова. Три слова исправили. Теперь надо как-то это сохранить. Сейчас я ищу кнопочку Save. Наверное, она внизу экрана. Да, вот. Можно прямо нажать Propost Change или можно дописать сюда дополнительный комментарий, что же ты там такое сделал. Ну, слово Type As обычно оно для всех манпейнеров знакомо. Типа опечатка. Понятно. Сразу. Это кодовое слово, с которым, скорее всего, вас быстро смержит, потому что, ну, это же очень простое изменение. Ну, все эти вещи подходят по умолчанию. GitHub за вас их заполняет правильно. Тут обычно нужно сказать ветку, там, то, сё. Ну, тут уже все правильно. И всё. Ну, обычно тут можно, опять же, ничего тут вообще не делать. Иногда можно сказать, что это багфикс, допустим, да. Это точно не новая фича, это точно не breaking change, ну, значит, багфикс. Ну, больше, в принципе, особо ничего не надо. Всё. И мы нажали волшебную кнопку create pull request, и смотрите, не будучи никем, мы уже создали свой первый pull request. Находясь в этом pull request, мы можем на всякий случай проверить, что все изменения есть. Ну, div, да, вот. Всё, что мы исправили, всё видно. Три строчки поменены. И ещё важно обычно проверять тут, что тут зелёный билд. Ну, в этом проекте, видим, автоматически билд не настроен, в других будет настроен, мы увидим это позже. Вот. Ну, в общем, здесь хорошо бы дождаться, что билд зелёный, и потом ещё периодически возвращаться и смотреть, он смержал или не смержал. Вот. Это, на самом деле, важный пункт, потому что я очень часто вижу, что там в Седни, например, люди оставляют какое-то issue, да, там feature request, оставил и ушёл. А я, допустим, захожу, пишу свой комментарий или дополнительный вопрос, а он не отвечает. Он уже забыл, он уже куда-то ушёл, он не видит, он не знает, и так она и повисает навсегда. Кстати, говоря, ещё один лайфхак, если у вас есть проект, за который вы хотите следить, как бы знать о новых фичах, о новых мержах и так далее, вот можно нажать на любом проекте кнопочку watch. И это позволяет вам получать уведомления по каким-то важным событиям. Но вот релиз The Soundly это будет только о новых релизах, а, например, watching, это будет о всех там pull request, о всех issue и так далее. То есть я за некоторым проектом реально вот так слежу и смотрю, что там интересного происходит. Например, Makito. Так, это я вам всё уже показал, это был пример, как создать pull request. Да, и это картинка с другого проекта, вот в Селениде как раз, где в результате pull request полетел ещё автоматический билд. Здесь можно сидеть и отслеживать, значит, какой его статус. Зелёный, не зелёный. Вы же могли сломать, да, какие-то тесты своим изменениям. Да, и самое важное, подчёркиваю, ещё раз, не бросайте, верните потом и посмотрите, что вы с мерджили, либо, может, вам задали дополнительный вопрос, тогда ответьте на него. В общем, это был легкий способ, как менять что угодно в любом GitHub-проекте. И я подчёркиваю, ещё раз, вы все можете это делать, этим помогать, это уже большая помощь. Этот способ хорош для того, чтобы исправить или дописать или обновить какую-то документацию, исправить какие-то, например, ошибки, отпечатки на сайте, потому что код сайтов нормальных, современных локенсорских проектов часто тоже лежит на GitHub-е, в середине точно, например. Вы можете исправить форматирование кода, форматирование текста, Java.doc какой-то дописать, отпечатки исправить. И даже обновить какие-то зависимости в проекте можно таким образом. Ну, в общем-то, можно всё что угодно тоже, но если вы будете так менять код, то как бы тут выше риск, что вы сломаете что-то в коде. Хотя иногда можно и код переменовать перемену чисто текстом, в общем-то, почему бы нет. Тём, у тебя есть тут комментарии или мы пойдём к продвинутому способу? Да, у меня есть комментарии, то, что у нас осталось уже 25 минут, это просто понимать тайминг, это первое. А второе, как бы на самом деле GitHub выкатывает скоро IDE, которое будет прямо в GitHub находиться, и, соответственно, всякие вот эти вот штуки, они, скорее всего, легче будут скоро делать прямо на GitHub небольшие изменения. И сейчас у них уже выкатилась подсветка, когда ты можешь на переменную ткнуть и посмотреть, где она используется. То есть они в эту сторону идут, и мне кажется, что скоро как бы способ ты говоришь. Естественно, большой рефакторинг ты не сделаешь, но вот именно для pull requests достаточно будет встроенный в GitHub IDE. Но в целом согласен с тобой. Да, круто. Так, ну тогда мы быстренько покажем, что такое продвинутый способ, и тогда у нас есть практическая часть, мы попытаемся сделать pull requests вживую с Артемом. Значит, продвинутый способ это когда вам нужно уже реально зачекаутить свой проект и менять его на своем компе, там, компилировать, запускать тесты. Делается он стандартным способом. Сначала вы должны делать fork проекта. Fork это как бы, ну, клон, копия проекта, в вашем уже GitHub аккаунте, вы должны его зачекаутить на свою машину, уже реально поменять код, поменять тесты, все, что в нем надо поменять, запустить локально какие-то минимальные наборы тестов, проверить, что ничего не сломано, и тогда уже коммитете пушить. Когда вы запушите его, появится в GitHub pull requests, и вам остается только следить за его статусом, что его наконец-таки смержили или попросили что-то исправить. Здесь важно не просто его оставить, а довести дело до конца. Это вот то, чего многие люди не умеют, не могут. Иногда приходится заходить и напоминать, ребят, а когда вы смержите, а когда вы смержите. У меня были примеры, когда там даже исправление критической дырки безопасности, например, в Spark framework я все лето ждал, постоянно им напоминал, они все такие, ну вот. Сначала не отвечали, потом сказали, ой, мы все в отпуске. Ну и наконец-таки, вишенка на тортике, практическая часть. Мы с Артемом хотим попробовать реально сделать pull-requests друг к другу. Первый, да, тест-драйв, попробую, как это вживую выглядит. Первый pull-requests попробую я сделать в Allure. Значит, для этого я открываю проект Allure. Мы уже сегодня увидели несколько раз. И хочу, допустим, найти какой-нибудь иши, который я мог бы исправить. Забавная ситуация в том, что вот я начал готовить к докладу бегать по ишим и нашел аж три штуки, а, да, собственно, вот. Нашел аж три штуки, которые как-то связаны с селенидом или не селенидом, и которые похожи, что не баги. Вот, например, первая такая, окей, это не с селенидом связано, но это бага, которая похожа не бага, или, по крайней мере, она не, бага не в Allure. Я залез в код Allure, я проверил, посмотрел и пришел к выводу, что, похоже, в Allure она, ну, исправлять нечего. Похоже, это не бага в Allure, это бага где-то в другом месте. Поэтому я ему, и она вообще повторяется с какой-то старой версии Java, на новой версии Java она у меня никак не повторилась. Вот, и я ему написал, чувак, ты точно уверен, ты пробовал повторить с более новой версией? То есть, возможно, там уже это исправлено. И я обычно, Артем, просто не знаю, как ты любишь это делать, я обычно на такие вот issue, на которые автор не отвечает, вешаю какой-то лейбл, чтобы потом можно было понять. Вешаю лейбл, ярлык, что как бы тут мы ждем чувака, тут нам делать ничего не надо. И если он долго не отвечает, мы его просто закрываем. Потому что, ну, на самом деле, закрыть issue не страшно, потому что он все еще, даже в закрытой issue, сможет потом позже, когда он наконец очнется, сможет позже оставить комментарий, что не-не, я научился повторять, вот информация, и можем тогда переоткрыть issue. А сейчас, вот не знаю, я бы на том месте, наверное, даже закрыл бы ее. Если хочешь. Сделано. Сделано, сейчас зарефрешим. Вот, все, закрыто, кайф, видишь как. Вот, мне уже удалось помочь проекту Allure, даже не поменяв ни строчки кода. Второе issue, я зашел и посмотрел, что чувак жалуется, что, значит, у него при запуске Allure сыпется такой-то exception, а если взять предыдущую версию Allure, 2.13.5, то exception не сыпется. То есть, конкретно что-то поменялось между этими двумя версиями. Вот это пример хорошего описания issue, потому что очень четко понятно, где искать. Я реально зачекаватил такую версию, такую версию, сделал div, увидел, что изменилось, понял, в чем проблема, и в итоге я ему по сути откомментировал, что чувак, в Allure это опять же багов нет, багов в твоем демо-проекте. Ты как бы Allure обновил, а версию JUnit ты не обновил, и они друг с другом не работают. Просто я даже ему заслал pull request, написал, что чувак, твою проблему исправляет на самом деле обновление JUnit в твоем проекте. Вот тоже помог и Allure и проекту. А в Allure эту штуку можно... Да, это прикольно. Это круто. И третья фича как раз, issue, был как раз связан с JUnit. Он зарепортовал такую багу, кстати, тоже хороший баг-репорт, потому что он четко описывает, что делать. Вот есть код для повторения, он говорит, что я объявил patch object, в нем объявил несколько неиспользуемых полей, неиспользуемых полей, а они зачем-то отображаются в отчете Allure. Причем видно, что на них потрачено ноль секунд, то есть их не использовали, их не искали, но в отчете эти строчки есть. Я сначала ломанулся было исправлять эту багу, а потом понял, что баг-то не в Allure, а в Seline. Это Seline присылает Allure такие ивенты, да, ну, лишние. Я ему написал, что, слушай, это бага в Seline, как бы там давай заводи, там будем исправлять, а в Allure можно закрывать ее. Я даже написал Артему, что, вон, смотри, можно закрывать. Вот. То есть уже... Артем закрыл. Вот, кайф. Видишь, как... Ну, на самом деле, как бы для мейнтейнера это большая помощь. Это очень большая помощь. Я с тобой согласен. Ну, человеческий мозг, он не может держать слишком много вещей одновременно открытыми. Если он сегодня исправил одну-две ишу, или даже не исправил, а просто прошелся, посмотрел на них, чего-то анализировал, все, мозг кончается. Он дальше не может думать. То есть, ну, поэтому, чем меньше таких вот, как бы, отвлечений, да, или... Ну, тем лучше. Так, и поскольку я не нашел ишу нормального, который я мог бы полноценно исправить, я подумал, а сделаю я, для примера, простое исправление валюри. Для этого я захожу в валюри, нажимаю fork, да, мы уже говорили. Вот есть fork. Теперь его нужно сделать git clone. Вот. URL, вашего URL, репозитория всегда вот здесь под кнопочкой колод есть. Теперь идем в командную строку, надеюсь, все хорошо видно. Называем git clone. Если проект не очень большой, это должно быть довольно быстро. Вот. Заходим в папку проекта. Ой. Советую первым делом всегда попробовать, а компилируется ли он вообще. Потому что бывает такое, что уже даже это не компилируется. Вы даже еще ничего не поменяли, а он уже не компилируется. То есть кажется странным, но у меня такое нередко случалось. Берешь проект нулевой, еще не меняешь, уже там тесты сыпятся или даже не компилируются. Вот. Но заранее могу сказать, что этот скомпилируется. Вот. И есть одна вещь, которую просто лайфхак, да, если вы хотите попробовать сделать куда-то pull request, лайфхак – это обновить Gradle или версию какой-нибудь зависимости. Вот видите, сейчас Allure использует Gradle 6.6.1, а уже есть 6.7. с сайта Gradle можно даже подсмотреть команду, как обновить на более новую версию. Я вот часто это делаю, да, сейчас. Вот. Вот она, командочка, чтобы обновить на более новую версию. Попробуем. Он сейчас поставит сюда Gradle 6.7 вместо старого. Проверяем. Видим, что теперь в проекте используется Gradle 6.7. По-хорошему нам нужно запустить тесты еще, чтобы убедиться, что ничего не сломалось. Ну, в данном случае я уже заранее знаю, что тест запустится, поэтому можем не ждать, мы можем сразу закоммитить. Либо, допустим, открыть этот проект в идее. я не знаю, что это было за ошибка, но неважно. Можем сразу открыть проект в идее, просто чтобы, ну, мне лично нравится коммитить из идеи. По-моему, это проще, чем из командной строки. Нагляднее, все видно. Вот мы видим, что поменялось четыре файла. Давайте мы их сразу слепо закоммитим. В принципе, самый важный файл это вот версия Gradla. Gradla. Как правильно по-русски. Как сказал бы Пушкин. Да, и, конечно, естественно, важный момент, что сейчас мы находимся в мастер-ветке. Скорее всего, это плохая идея коммитить именно в мастер-ветку. То есть лучше создать новую ветку с говорящим названием. Что-нибудь типа upgrade Gradle 6.7. Ну, не знаю. Может, кто-то придумает поумнее название, но вот у меня проделось такое. Так, заапгрейдили Gradle 6.7 и commit and push делаем. Пушим мое изменение. Ладно, идея в первый раз долго индексирует. Сейчас нам это не важно. Я уверен, что я ничего не сломал. Так, что она запушила? Все, отлично. Теперь мы возвращаемся в наш репозиторий. И вот, смотрите, что случилось. Вот самый важный момент. Она сама detected. Вы находитесь в своем репозитории. Это мой клон Allura. Мой fork, точнее. Находясь в нем, GitHub сам мне подсказывает, смотри, у тебя появилась новая ветка, я вижу, что она хорошая, давай-ка мы сделаем из него pull request. Хочешь? Я такой, о, да, хочу. То есть, GitHub это делает очень удобным для нас. Он тебе сразу подсказывает, с какого репозитория, с какого основного бранча ты это сделал. Ты такой, да, 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 хочу, хочу. Но здесь, опять же, самая важная работа, это вот нормально описать, что ты вообще сделал. Надеюсь, что не страшно, если вот так напишу, поймут. Но обычно там нужно понормальнее написать, что ты вообще хотел сделать, есть ли issue, который это описывает и так далее. И вот тут начинают прыгать статусы. Зелененькая, красненькая, что-то там смежилось, не смежилось. Так, вот сейчас у Артема настроены какие-то правила, которые не позволяют его сразу смешивать, да? Хочешь об этом рассказать? Хочешь поговорить об этом? Так. На самом деле это как бы отдельная такая лекция, я бы сказал. Ну, во многих репозиториях настроены правила автоматизации, автоматического тестирования. У нас сейчас ивент перешел в Jenkins, и Jenkins скоро будет поднимать, точнее, он сейчас поднимает агент в DigitalOcean и запустит тестирование там. Мы потихонечку мигрируем на GitHub Actions. В GitHub Actions ты бы сразу увидел о том, что, типа, GitHub Action стартанул. Ну, и плюс, второе правило, это что нужен хотя бы один ревьюер, чтобы это можно было там смержить. То есть, это политика, которая, ну, типа, хотя бы один ревью надо сделать. А мы как раз сможем сделать так, что мы переключимся на твой экран, и ты покажешь, как этот FullerGest увидит ментейнер проекта как раз, да? Чтобы увидеть, из первых рук узнать. Так. Теперь я не шарю больше свой экран. Сейчас, секундочку. Да, я шарю экран. Надеюсь, видно мой экран. Да, я вижу, да. Да. Вот, собственно, я вижу это вот с этой стороны примерно таким вот образом. То есть, вот у меня пошли, ну, как бы, пошли проверки. Мне надо так или иначе дождаться CI, пока он поднимется и так далее. Это, вот у меня открывается CI. Вот, видишь, у нас проводится Jenkins Digital Ocean. Вот у меня провалил реквест. на тактусе. Алло, у меня сейчас пропадало немножко. Обновить. Покажу. Ну вот, и сейчас Jenkins отпишется сюда о том, что, как бы, у нас билд пошел. Вот, смотри. Видишь, Continuous Integration, Jenkins PR Merge. Ну и, соответственно, давай, как бы, пока оставим его, пусть он у нас здесь помержится. Кстати, заметь, что у нас тут сделана этот, этот, лицензия КЛА, то есть, ты типа подписал уже, видимо, раньше контрибьютор лицензия Grimit. Ну, короче, в общем, прикольно. То есть, я такой pull request вижу. А давай-ка я пробую сделать pull request к тебе. Я нашел вот такую issue по поводу того, чтобы отображать current URL на странице, в сообщении об ошибке. Я, на самом деле, согласен с автором. Тут есть и за, и против. Основное против заключается в том, что сейчас все одностраничные приложения, и URL типа будет не настолько показательный. Но я, честно говоря, с этим не согласен. Мне кажется, что это вообще прекрасная идея, потому что вот я вижу, что тут есть как бы некоторые expected, я вижу, что есть скриншот, но правда не хватает некоторого, ну типа, а где я нахожусь. Ну и, соответственно, что я делаю? Я также делаю fork. Вот сюда вот нажимаю fork. У меня уже есть fork, но тем не менее, вот у меня появился fork. После этого я делаю его поклон, но я буду делать примерно следующим образом. У меня уже скачено, у меня есть два ремоута, я обычно делаю так, что у меня есть вот этот ремоут, это origin, если вы знаете git, то вы понимаете о чем, если не знаете, то надо почитать про мульти-ремоут. То есть у меня есть ссылка на вот этот репозиторий, я ее всегда оставляю как origin, потому что с большой вероятностью, если я буду контрибьютить в какой-то инструмент, например, в Selenit долгое время, то мне потом дадут права, и я смогу сам бранчи создавать. Ну и, соответственно, вот здесь вот у меня origin называется Yerushen.km, ну и когда я буду делать бранчик, я буду делать его в Yerushen.km. После этого я открываю новый проектик, это developer, нет, developer, Selenit, Selenit, вот таким вот образом. Забавно, что ты открывал проект из консоли, а комит делал из Ede, а я предпочитаю открывать проект из Ede, а комит делать из консоли. Да, дальше могу заметить от себя, что очень круто сформулирована ошибка, очень круто прямо вот вообще, потому что я, например, решил поправить вот такую вот ошибку, и мне надо понять, куда искать, что я делаю. Раз вот эта штука печатается, значит, по ней можно поискать. Дальше я просто делал вот так вот поиск Impass и указал PageSource, и сразу же нашел места, где оно используется. Кликнул на него, и вот, 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 да, ну, тем не менее, ну, как бы, вот ровно оно. То есть, типа, грубо говоря, это вот, ну, добавление к твоему месседжу о том, что, ребята, формулируйте ошибку, ну, баг-репорт или там фиш-реквест максимально подробно, потому что вот мне стоило ноль времени обнаружить место, где мне надо коммитить. Дальше я смотрю, что у нас тут проводится скриншот пас, и у нас есть информация, соответственно, мне надо сделать следующее. То есть, я беру вот таким вот образом, пишу скриншот пас, вот так вот, потому что у нас сейчас тут появится несколько аргументов, и они будут ужасно выглядеть, если они пойдут влево, вот туда вот. Ну, и, соответственно, дальше мы делаем так, string url равно driver get webdriver get current url. Соответственно, в принципе, вот так вот. Потом мы пробрасываем сюда url. Я, если честно, не знаю, используется вот этот код или нет, я бы сделал вот примерно такую вот ну, типа обертку. То есть, во-первых, я бы оставил ее, потому что пользоваться. Сделал string url, а порядок аргументов в целом не особо важен. И здесь выбрал бы return screenshot config null и screenshot pass. Ну, и, соответственно, мне теперь надо обработать понятие, что такое url null. Ну, и, соответственно, здесь я не буду добавлять во все эти места, я бы тут потом дописал бы builder, который, грубо говоря, внутри себя включал бы все вот эти вот истории и делал бы примерно так. И в Boolean, то тогда я бы сделал один интерфейс и клямдочку, у которого есть метод типа enabled и реализация, типа, что она добавляет. Кто-то будет добавлять ссылку на скриншот, кто-то будет добавлять ссылку на скриншот, типа, на HTML-файл, но сейчас это просто долго, поэтому я с этим запариваться не буду и впендерю это прямо сюда. То есть вот тут оставлю еще одну условную логику. Я бы написал примерно так. If objects non objects так, секунду, секунду. На самом деле у нас 10 минут все осталось. Да, я понимаю, я это прямо делаю, вот все, у меня уже tool request готов почти. Точнее, секунду. Старый тоже надо вставить. Просто, знаете, как я бы заводил этот, а? URL S N А, ну так, да. Вроде правильно. Вот так вот. Окей, я не буду сильно запариваться, все, вот пусть оно будет вот так вот. Дальше я делаю git status, git checkout минус B, fix и указываю номер issue. У нас это issue 980. Fix 980, git commit минус A, git add git commit минус message fixes. Заметьте, что очень прикольно делать вот такие вот комментарии, где вы указываете issue. И дальше я делаю git push fix не origin, origin у меня доступа нету, а я делаю свой форк. Shen OIM. Все, у меня сейчас приедет. и мне нравится, очень нравится вот эта фича. Вот, смотри, бац, и я перехожу сразу же на создание request. Тут я описываю и обычно я примерно делаю так. Во-первых, я сделаю draft, потому что я еще не знаю. Я пишу possible fix фикс 980, потом еще пишу блин, извините. Слишком умный рассказ. Мне лагает этот блин. Escape, escape надо назвать. Action list и провожу еще action list, который будет состоять из этого, из следующих задач. Provide tests, refactor, refactor, meta adding, и, грубо говоря, я еще провожу какой-то списочек того, как я вижу решение этой задачи. То есть, вот это вот я закончил first draft. Ну, и, соответственно, вот это вот я тоже пока, допустим, грубо говоря, оставлю и у меня будет вот таким вот образом. что ты будешь делать? Escape, escape нажми. И draft pull request. Все, круто. Ну, и, соответственно, смотрите, у меня pull request получается draft, и я потом пишу Андрей Солнцев, could you accept my concept? Потому что я сначала хочу проверить концептуально, правильно я думаю или нет. И после того, как Андрей мне ответил, я запроваджу уже информацию о тестах и запроваджу рефакторинг вот этого метка информации. А я передаю слово тебе обратно. Да, класс, спасибо. Я снова пошарю свой экран. Видно, да, экран? Да. Так, да, я теперь быстренько могу показать, что, да, у меня pull request появился. На самом-то деле мне даже наверняка пришел e-mail по поводу этого pull request. Где-то здесь у меня он там сейчас должен появиться. Да, вот, пожалуйста, смотрите, e-mail от Артема, что он мне сделал pull request. Я прямо могу сюда кликнуть, все посмотреть. И здесь тоже могу его кликнуть, посмотреть. Здесь уже, видите, начался билд. Вот. У нас, значит, на Travis CI автоматически запускается билд. Он не во всем удобен, но зато любой посторонний может посмотреть статус билда. Какие тесты пробежали, какие-то упали, почему. Вот. И да, мы сейчас не будем до конца его ждать. Да. У нас осталось мало времени, поэтому я покажу парочку последних слайдов. Мы продемонстрировали, как можно послать pull request. Вот, эволюция, все ленит. Вот. Призываем вас тоже это делать. И это, конечно, на практике не так просто, как хотелось бы, То есть на каждом из этих этапов бывают сложности. Какие? Например, уже, чтобы зафоркать проект, бывает сложность непонятно, где вообще искать или же исходники. И бывает много проектов с одинаковым именем. Он может быть не на GitHub, а в другом где-то месте. Например, исходники Java долгое время лежали где-то вообще там в каком-то старом-старом месте. Только недавно их на GitHub перевели. Бывает много форков одного и того же проекта. То есть изначально мой тейнер уже давно ушел, вместо него кто-то другой поддерживает, потом третий стал поддерживать и не разберись, где его в итоге исправлять-то, в каком месте. Когда ты меняешь код, тоже непросто. Надо разобраться, какая структура, какие папки, в какую ветку коммитить. Бывают же не только мастеры, бывают там всякие там девелоп ветки, фичерс ветки. Недавно теперь мейн ветка еще появилась. В общем, это все надо понимать. Какую команду запустить локально, чтобы проверить, что ты ничего не сломал. Она тоже бывает очень разная. Больше всего у меня бывает Selenium, где какие-то жесткие Go, Basel и так далее с кучей параметров. Что если она упадет, даже до твоих изменений, что делать? Непонятно. Ну, вот такие сложности бывают. В идеале нужно искать в проекте файлик типа Contributing или Contributions, и там описано все вот это. Но он тоже, к сожалению, есть не в каждом проекте. Кстати, это хорошая идея для первого полреквеста. Если в проекте такого файла нет, создать его вам. Вам наступить на все эти грабли, создать файл и описать, как его Contributing. И самый последний и самый большой вопрос, который есть наверняка у всех наших слушателей. Допустим, вы согласны, вы хотите, вы готовы попробовать, но самый большой страх, что всех останавливает, а что если я стесняюсь? Да, вот я могу, конечно, его коммитить, но все же увидят мой код, все же увидят, что он не идеальный, что там могут косяки, будут ошибки, боже мой, там я буду выглядеть глупо, меня там пристыдят, меня засмеют. Что делать? Ответ на этот вопрос, на эти сомнения, уже давно дал мастер Йода своим знаменитым высказыванием. Я его тут привожу. Да, всем, на самом деле, все равно, что вы там накоммитили, плохо ли, хорошо ли. Я, например, честно скажу, что в Семен-Иде есть места, которые не идеальные, которые мне не нравятся. Даже то место, которое сейчас Артем поменял, на самом деле, это неудачный код. Там как бы видно, что в одном методе много ифов, много ответственностей, и он ломается, если там нет HTML. Ну, в общем, неудачный, не самый удачный код, но ничего, меня же никто не атакует с какими-то там наездами, никто не угрожает, меня подкарулись в подворотне из-за того, что я такой код писал. Вообще ничего, никто ни разу не пожаловался на это. Все нормально, все довольны. Поэтому не переживайте, спокойно коммите, коммите, словно тебя никто не видит, пуш, словно тебя никто не слышит, и контрибьють, словно тебя никто никогда не обижал. Да, в общем, смелее засунуть тверкова и помогайте open-source проектам. Отлично. Да, у нас появились вопросики, давай коротко пробежимся. Какой смысл открытых ректорам уже год? Артем, извини, пожалуйста, я тебя немножечко перебью. Я предлагаю все-таки на вопросы начать отвечать уже в дискуссионной зоне, которая начнется сейчас прямо после доклада, чтобы более емко, более полно всем этим заниматься. Спасибо большое, получилось очень круто. Ребята, ребята, все переходим в дискуссионную зону. Все еще правильный, самый классный вопрос, пожалуйста, передайте нам, и мы его с радостью, автора этого вопроса, наградим билетом в фулл пасс. А всем, кому мало будет Артема и Андрея, приходите, конечно же, на конференцию Гизенбаг. У Андрея будет супер-воркшоп, а у Артема будет классный доклад про тест-кейсы. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо тебе. Пока. 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 Пока.